Пирамиды Голода – это сооружения, разработанные российским инженером Александром Голодом. Относятся к так называемым энергетическим пирамидам, которые в оккультизме считаются преобразователями или накопителями некой неизвестной науки биоэнергии. В СНГ построено множество пирамидальных сооружений конструкции Голода, самым известным из которых являлась разрушенная ураганом 29 мая 2017 года пирамида, возведенная на 38-м километре Новорижского шоссе. Пирамиды Голода вызвали широкий общественный резонанс в связи со спекулятивными псевдонаучными заявлениями автора, что предлагаемая им форма пирамид якобы гармонизирует структуру окружающего пространства, приводя ее в соответствие с идеальной пропорцией золотого сечения и исправляя тем самым дефекты, обусловленные неразумной деятельностью как сообщества людей, так и самой природы. Сведения о каких-либо положительных изменениях в среде и обществе, на прилегающих к пирамидам Голода территориях нет. По заключению председателя комиссии по борьбе с лженаукой ранакадемика Эдуарда Круглякова, волшебные свойства пирамид, заявляемые Голодом и другими их строителями, не имеют под собой научных оснований. Отличительной особенностью пирамид Голода является то, что в них пропорция золотого сечения применяется к отношению диаметров соседних шаров, последовательно вписанных в правильную четырехгранную пирамиду, что придает ей характерный остроконечный вид. Пирамиды Голода монтируются из сборных стеклопластиковых панелей или блоков. Использование металлических элементов не допускается. При планировке пирамида ориентируется в пространстве по земному меридиану. Приверженцы пирамид объясняют эффект формы пирамиды ее способностью изменять структуру пространства, благодаря чему в новом пространстве изменяются свойства некоторых веществ и процессов. Существование структурирующих полей, излучаемых пирамидальными конструкциями и влияющих на окружающую среду или организмы, научно не подтверждено. По утверждению Голода, сделанному в 2000 году, один глоток воды из пирамиды дает гарантию от онкологии, и таким образом якобы излечились сотни тысяч людей, а сами пирамиды через 5-7 лет уничтожат такие болезни, как рак, спид, туберкулез, грипп, гепатит. Каких-либо существенных изменений статистики по этим заболеваниям не наблюдается. Для объяснения действий пирамид сторонники используют такую псевдонаучную концепцию, как структурированная вода. Для доказательства чудесных свойств строитель пирамиды тряс бутылку с водой или ударял по ней, и она моментально замерзала. Как поясняет заместитель, директора по науке Института физики твердого тела РАН Николай Владимирович Класин, этот эффект давно известен и легко достигается, при нахождении внутри бутылки переохлажденной жидкости, без механических примесей, которые могли бы стать центрами кристаллизации. Таким образом, подобные опыты абсолютно бездоказательны. Продолжение следует...